Здравствуйте! Это новости Украины. Расскажем о самом важном и интересном на этот час. Украина должна функционировать без капитала олигархов, заявил президент Владимир Зеленский на всеукраинском форуме «Украина-30». Там работает наш корреспондент Влада Цуркан. Она с нами на прямой связи. Влада, расскажи, как власть будет бороться с олигархической системой. Дарья, как заявил президент Владимир Зеленский, в Украине готовится ряд законодательных инициатив против олигархической системы. Глава государства отметил, что не имеет ничего против большого бизнеса, но когда олигархи уже диктуют свои правила, не платят налоги и просто контролируют какую-то отдельную отрасль экономики, это ненормально. И сейчас в Украине нужно сделать первый шаг, но очень важный – это принять закон о деолигархизации. Этот закон – только начало, и это правда. Это фундамент для дальнейшей нормативно-правовой базы, которая поставит на первое место защиту интересов Украины и защиту всех налогоплательщиков. От государственных органов и институтов, касающихся борьбы с коррупцией и монополиями, «Лично я и все наше общество, мы ждем быстрых и понятных законодательных инициатив, которые должны ввести эффективные трастовые инструменты для преодоления этой олигархической системы». В Украине должны работать равные правила игры для бизнеса абсолютно любого – маленького, большого, либо среднего. И также не должно быть коррупции. Для этого, по словам премьера-министра Дениса Шмыгаля, правительство намерено провести изменения в трех направлениях. Давайте послушаем подробнее. Три вектора институционных изменений для успеха антикоррупционной реформы. Это уменьшение доли государства в экономике, это развитие рыночных отношений и создание новых конкурентных рынков. Это реформа фискальных и контролирующих органов. Что касается уменьшения доли государства в экономике, мы много об этом говорили. Здесь присутствует руководитель фонда госимущества. И хочу сказать, что в 2020 году мы очень успешно начали малую приватизацию, когда в бюджет поступило средств больше, чем за два предыдущих года. Поддержала намерение государства побороть коррупцию и уменьшить олигархическое влияние на экономические, политические и прочие сферы Украины. И чрезвычайно и полномоченный посол Германии в Украине пожелала Украине все-таки скорее достигнуть желанных целей. Дарья. Влад, вам спасибо. С нами на связи был наш корреспондент Влада Цуркана. Она находится на форуме «Украина-30. Экономика без олигархов». Деолигархизация необходима Украине, чтобы создать для бизнеса цивилизованные условия, улучшить имидж страны и привлечь инвестиции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос шеф-редактора канала «Вдом» и «ЮАйТВ» Алексея Мацуки о возможной реакции крупного бизнеса на процессы деолигархизации. Бизнес есть бизнес. Он работает по закону в рамках рыночной конкуренции. Это правильно. Если вы начинаете пользоваться государством, государственным бюджетом, влиянием на чиновников, на кого бы то ни было, я считаю, что это не рыночная экономика. Это несправедливо. Планы должны обдумывать те бизнесмены, которые готовы остаться олигархами. Это у них должен быть план Б, С. У нас есть один план. План А. В Украине не должно быть олигархов. Президент Владимир Зеленский витировал закон об уголовной ответственности за неправду в декларациях о доходах. Глава государства не согласился со спорными правками, которые приняли депутаты. По его мнению, такие изменения создают лазейку в законодательстве, так как недобросовестные декларанты могут не отчитаться об имуществе родственников, сославшись якобы на отсутствие информации. Напомню, глава государства инициировал законопроект, чтобы вернуть наказание в виде лишения свободы за неправду в декларациях. Венецианская комиссия полностью одобрила инициативы президента Украины. Система электронного декларирования была одним из условий для предоставления безвиза с ЕС. Готовность номер один. Ко встрече президентов США и России согласованы практически все организационные вопросы и повестка дня. Джо Байден и Владимир Путин встретятся уже завтра в Швейцарии. В Женеве сейчас работает моя коллега Анна Неченко на прямой связи со студией. Анна, о чем будут говорить лидеры двух стран? Даша, Украина будет на повестке дня саммита обязательно. Байдена интересует вопрос прав человека, который Путин постоянно нарушает. И здесь США едины в своей позиции. Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Сейчас ажиотаж и максимальное внимание прессы к европейскому турне Байдена и, в частности, к финальной точке, к встрече с Путиным. Мы сейчас, сейчас работают два пресс-центра. Мы сейчас в одном из них. Здесь до полутысячи рабочих мест для прессы. Пока пресса, пока залы пустые, пресса собирается. Но уже завтра здесь будет ажиотаж. И будут также следить внимательно за вопросами, которые должны обсуждаться. Это вопросы также по стратегической стабильности, по пандемии и по борьбе с киберпреступностью. Также анонсируется, что могут поднять Соединенные Штаты Америки. И вопрос по Белоруссии и по Навальному. В Белом доме отметили, что эта встреча будет не дружественной, а просто деловой. Он ранее уже взаимодействовал с Владимиром Путиным и знает, чего ожидать. По его мнению, эта встреча не имеет отношения к доверию, не имеет отношения к дружбе. Эта встреча с целью выяснить, какие мы можем найти точки соприкосновения, будучи прямолинейными и откровенными относительно сфер, которые вызывают у нас обеспокоенность. Остался один день. В Женеве максимальная степень безопасности. Такого местные жители еще не видели. Вилла Лагранж, в которой пройдет встреча, пройдет саммит и потом пресс-конференции, ограждена колючей проволокой. И люди, которые жили там в соседнем парке, их просто выселили. Ну, с другой стороны, говорят местные, что если это для благой цели, то почему и нет. Армия обеспечивает безопасность лидеров и усилили также охрану воздушного пространства над Женевой. Все парки закрыты, озеро закрыто, и я не могу делать то, что делаю обычно. Я психую, ничего больше не скажу, не хочу, чтобы у меня были проблемы. Саммит завтра начнется в 13.00, будет состоять из трех частей. И после будет пресс-конференция отдельно Байдена, отдельно Путина. Пройдет ли встреча еще тет-а-тет отдельно от прессы, пока еще неизвестно. Но детали будут озвучены до конца дня сегодня. Следим за событиями, обязательно будем сегодня включаться и завтра. Даша, тебе слово. Ань, ждем еще твоих включений, ждем еще информации. Это была моя коллега Анна Ниченко. Она и дальше будет следить за событиями в Женеве, где уже завтра состоится встреча двух президентов США и России. Вывести незадекларированные активы из тени, единоразово уплатив процент в казну. Верховная Рада открыла для украинцев возможность налоговой амнистии. За президентский законопроект во втором чтении проголосовали 243 народных депутата. Начало кампании по легализации теневых средств начнется уже 1 сентября и продлится год. Чтобы избежать наказания за неуплату налогов, нужно будет заплатить от 2,5 до 9% от декларируемой суммы. Однако под легализацию не попадут активы, полученные преступным путем. Массовую вакцинацию от COVID-19 в Киеве на этой неделе перенесут. Связано это с праздником Троицы, который выпадает на воскресенье. Поэтому центр вакцинации на базе международного выставочного центра будет работать не в выходные, а в четверг и пятницу, 17 и 18 июня. Столичные власти хотят проверить, много ли будет желающих привиться в будни, чтобы рассмотреть возможность работы центра вакцинации каждый день. Напомню, на прошлой неделе в 16 регионах работали более полусотни таких центров. Привились там больше 30 тысяч человек, записавшихся через переложение ДИИ или в порядке живой очереди. Два корабля Североатлантического альянса вошли в акваторию Черного моря. Там они примут участие в военно-морских операциях НАТО. Среди них эсминец военно-морских сил Великобритании «Дефендер» и фрегат противовоздушной обороны военно-морских сил Нидерландов «Эвертсон». Несколькими днями ранее в Черное море вошел американский эсминец «Лабун» для проведения операции по обеспечению морской безопасности в регионе. Мы на этом прощаемся. Спасибо, что смотрите наш канал. Присоединяйтесь к нам в Ютубе, Фейсбуке, Инстаграме и Телеграме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова